Мастерские, они помогли нам изменить прежде всего свое патрическое сознание. В чем? Ну, наверное, как в той притче, вот как-то обращались, мы говорим, три человека тащат камни на строительство. Один, потому что так сказали, второй, потому что деньги зарабатывают, а третий, потому что храм строят. Вот, свернуть в себя и порой признаться, а какому мы ближе к тому, что нам так сказали, к тому, что мы деньги зарабатываем, или к тому, что мы храм строим. Вот, наверное, совершенный учитель, это тот, который строит храм. Конечно, мы далеко еще до этой ступенечки, потому что, поднимаясь на каждый раз на ступеньку, мы понимаем, что это еще впереди много-много-много, открываются новые, далее новые такие трудности. Но нас, работа в мастерских, научила трех вещах. Первое, что нельзя детям навязывать свои мысли. Мысли детей порой гораздо интереснее, чем свои собственные. Второй урок, который мы избегли, это то, что каждый из нас приходит в этот мир со своими мыслями, своим мировоззрением, своими идеями, и нельзя отвергать и навязывать именно свои. То есть нужно научиться принимать мысль каждого человека, идеи каждого человека, которые есть на самом деле. Уважать их. Соглашаться или не соглашаться, это наше право. Но принимать и уважать мы должны обязательно. И третье правило, которое, наверное, самое трудное, что не обновляясь, не переделывая себя, учитель не будет учиться. Но переделать себя – это постоянный труд. То есть мы должны с собой постоянно менять себя, постоянно работать. И вот сегодня уже говорилось о том, что 20-й век, самый посвященный век в мире, вернее, в истории человечества, он оказался самым правом. Почему? Вот не потому ли, что главное, к чему мы стыднились, к чему нас готовили, что главное в жизни – это знания, умения, навыки, еще раз знания, как написано на знании на своем педагогике. Не потому ли, что за этими словами мы забыли о том духовном начале, о котором порой стыдились говорить. И мы забыли о том, что педагогика – это высшая форма человеческого мышления. И в ней нет формул, в которой нужно было просчитать, как поступать нам, как родителям, нам, как педагогам. И мы забыли, наверное, о том, что каждый из нас – это личность, которая обладает колоссальным духом. И порой этот дух мы… Чтобы пробудить этот дух, нужно огромное усилие. И вот, подводя итог всему сказанному, главное, что мы научились, чему мы научились, и что мы в себе изменились. Для меня это было очень тяжело и очень требовало больших усилий. Это то, что с детьми нужно говорить в первую очередь и много говорить о духовном. Нужно говорить о душе и сердце, нужно говорить о долгие служения, о любви и преданности. И вот эти беседы нужны в первую очередь не здесь, потому что они еще от этого не отошли. Нужны нам, потому что мы ушли, и к этому, чтобы мы вернулись. Я не знаю, почему, но Украина, маленькая территория, у нас столько много людей, педагогов было место. Учителя – это пропавший человек. Я не хочу быть пропавшим человеком. Поэтому для меня учителя – это педагоги. В первую очередь, конечно, педагоги наши, и украинские, и российские, и зарубежные, много читали терапию. Вот Тимон Соловейчик сказал, чтобы воспитать не себе подобных, а лучше, чем мы людей, надо иметь перед глазами образ лучшего человека. Вот, наверное, для меня образ лучшего человека – это такой собирательный портрет нашего украинского гуманистка. Вот уже 10 лет я совершенно трезвый человек, и не ем мясо, и я себя сделаю людьми человеком. Две вы не говорите, что у человека 6 пороков, и каждый порок имеет 18 оттенков, и того их 108. Вот эти пороки – алчность, жадность, глупость, легкомыслие, жадность, нет, алчная жадность, глупость, легкомыслие, глупость и нерешительность. И когда я сумела погружаться на свое подсознание, глупость и легкомыслие ушли из моей жизни. От жадности и алчности я уходила в 12 лет. Я очень многое изменяла в себе, потому что передавалась из поколения в поколение. Моя бабушка когда-то взяла цветочек, ее заставили ночью отнести его. Мой отец что-то украл, и его пароли. Он говорит, я помирать буду, не забуду, как меня пароли. Таня, никогда не бери у людей, а у государства брать можно. Оно богатое. Теперь, когда я в тросе человека поняла, что ни у кого нельзя брать, ни у кого. Если ты одну часть берешь, 10 у тебя пропадают. Важно, что ты сумей отдать, но отдать с любовью, с радостью. И вот когда ты отдаешь, три части переходят к себе. Все закончатся словами, что истинно длиннее. Если человек доходит до Бога, он перестает выпивать. Если он перестает выпивать, он доходит до Бога. Помогая другим, я помогаю себе. Наверное, мой собственный рост благопроисходит благодаря тому, что встречаются такие дети. Нам кажется, что все, руки опускаются. Мы слышим. Чутовая чья, она нам расставила великолепную мудрость нашим учителям в республике Хакайсия. Никто тебе не друг, никто тебе не враг. Откажется тебя учить его. Мы учимся у наших студентов. Мы учимся тому, что они нам несут, благодаря, может быть, и тому, что мы им что-то отдаем. Именно студенты подарили мне этот пример за новоамериканского фильма. Я очень стремлюсь научиться видеть это сама и пытаюсь научить этому студенту, чтобы они несли в школу, в классы, на улице. Пример уникальный. Речь идет о семье. Неполная семья. Молодой папа воспитывает свою дочку. Семья очень ограничена в средствах. Но папа мучает свою дочку радоваться всему. Что бы жизнь не преподнесла? Перед Рождеством, помните, великолепный совершен пример. Перед Рождеством у девочки появляется возможность писать письмо в благотворительную организацию, чтобы ей прислали куклу. И она нам это пишет. И она пишет об этой кукле. Ну что там происходит? И в этой организации путают посылки. Ребенок получает вместо куклы, представьте, состояние, получает костыли. Реакция совершенно однозначная. Это слезы, это горе, это страдания. Папа, а здесь-то чему можно радоваться? Спрашивает дочка. Ты радуйся, доча, что эти костыли тебе не нужны. Вот как важно нам научиться видеть в любой ситуации, в жизни ситуации, именно это состояние. Научиться нельзя, культивируем у себя даже это состояние. Научиться радоваться любому, в любой ситуации, в любом событии, благодаря которому мы учимся и устремляемся к совершенству. Для того, что, наверное, настало время искать какие-то свои новые, более современные средства выразительные. Я хотела бы сравнить такую вещь. Вот если звучит, это очень известно, если звучит громкая фонограмма, и сами, наверное, она вы испытываете, представьте себе, что после этого зазвучала фонограмма. Оно зазвучало. А мы его сразу воспринимаем. К сожалению, нет. Что же происходит с нашими детьми? Вот в этом шуме, реклама, телевидение, жизнь бурная, ребёнок приходит в класс и слушает, что делает живой, человеческий, истинный голос учитель. Всегда ли он способен, чисто технологически, на него ответиться воспринимать? Точно так же, как и живая музыка. Волос, телевидение. Значит, как-то нужно об этом думать. Детей нужно настроить, переключить с одного состояния на другое. И не надо сетовать на то, что они нас не слушают, потому что вот они такие. Прежде всего, это наша речь. Это наш волос. Волос – это наши струны, на которые мы работаем. И он, конечно, требует профессиональной постановки. А для этого существует совершенно конкретное упражнение. Их много. И последователи Станиславского вообще массу всевозможных тренингов разработали. И учителю нужно заняться своим бонусом. Он должен быть красивым, звучным. Он должен быть плавным. Он должен очаровывать. Увидим пользоваться необходимо. Он должен быть выразительным и традиционным. А теперь давайте обратим внимание теперь на нашу внешность. Это же так важно. В народе не случайно говорят. Встречают по одежке, провожают по уму. Всегда ли мы задумываемся о том, как смотрят на нас дети? Ведь мы же для них и нет. Для начала предлагаю просто элементарно. Будем стараться черный, серый, бурый, темно-зеленый. Максимально. Словите, как видите, это все красиво и ярко. Это не гордятся красивой мамой, красивой мать. Красивой пул. И за всех сил, и за всех сил, и за всех сил, и за все, что не будут говорить. Все понимают, но и будут это непонятны. И это сложно понять, что трудно, что нет зарплаты, что ее не выплатили. Они по-другому. И если мы будем стараться максимально над этим работать, а это работа над собой, а в вашей. Это проявление нашего внутреннего я, это наше индивидуальное. И заключительным моментом, конечно, является наше движение. Наши похожи, жест, взгляд, это же все берем на заметку нашими маленькими и взрослыми детками. Пусть не сегодня, но хотим мы этого или не хотим, но они не помогут нам подражать. В хорошем смысле подражать. И в плохом случае.